Всем большой привет! Сегодня у нас с вами будет большое расхламление косметики. Я буду сортировать косметику по категориям, что-то я выкину, отдам друзьям или же продам. Давайте начнем с этой небольшой кучки, которую я уже положила. Эта косметика Beauty 21 в коллаборации с Etude House. Скорее всего, я ее продам, потому что она лежит без дела, особенно этот прекраснейший тинт. Я его оставила, думала, буду пользоваться, а по итогу вообще ничего. Я им даже после этого ни разу не накрасилась, как сделала обзор. Мне стало его жалко, рука к нему совсем не тянется, а так он прекрасен. У него очень приятный оттенок, и сразу говорю, не обращайте внимания на мои ногти, потому что я посудомойка. Очень красивый, но вот серьезно не пользуюсь, я как-то перешла больше на Flower Nouse и забыла просто обо всем, что у меня есть. Поэтому, скорее всего, буду продавать. И также идет полезка, которая также ни разу не воспользовалась. Я думала, что буду ей пользоваться, но, как казалось, у меня очень много похожих оттенков. Ну, она просто прекрасна, посмотрите на нее, тем более здесь такие прям нетипичные сияшки для корейской косметики. Реально, они нетипичные, они безумно красивые, особенно если наносить пальчиком или мокрым способом, это вообще шикарно. Натуральная цветовая гамма, как я люблю, такая прохладная, розовая, очень красивая. Но, к сожалению, не пользуюсь вообще, поэтому решила все-таки с ней распрощаться. И давайте сразу возьму румяшки от Flower Nouse, у меня вот такая из русалочей коллекции и из цирковой. Все-таки решила от них тоже избавиться, потому что не подходят они мне, не пользуюсь совершенно и вообще рука не тянется. Ну, просто невероятной красоты румяна. Думала оставить для коллекции, а потом поняла, что мне это не надо, я это не хочу складировать, у меня уже просто нет места. Давайте начнем с этих румяшек, тоже буду, скорее всего, все это продавать, но после обзора именно вот эти, потому что обзор еще не вышел. Такой красивый градиент из фиолетового в персиковый, но опять же, проблема в том, что они безумно светлые. Как эти румяна, я уже говорила, что, ну не знаю, как-то странно они вот делают эти градиенты Flower Nouse, очень такие оттенки румяна, у них выбеленные. Ну, понятно, конечно, что это азиатская косметика и, скорее всего, ориентирована именно прям под такую мраморную кожу. Тоже очень красивые, ну прям безумно. Их я просто обожаю, особенно вот эти, очень шелковистые, приятный здесь уже оттенок такой, ну очень красивый. Ну, а вот этот оттенок, он уже такой прям очень светлый. И еще здесь тоже градиент, можно намешать, будет что-то посветлее, но для меня это слишком обычный румяна. Даже в такой красивой и прекрасной упаковке. Ну, действительно, безумно красивая упаковка, но, как я уже сказала, я просто не хочу оставлять. Дальше идет такая тушь Cabaret в коллаборации с Лисой. Пользовалась я ей достаточно, но мне не нравится, что у меня от нее в конце дня болят глаза. Хорошая по эффекту, но вот такая вот проблема, поэтому я ей вообще не пользуюсь, потому что, я не знаю, мне некомфортно, просто некомфортно с ней. Поэтому, скорее всего, я ее выкину. Вот такие жидкие тени от Виенсабо, я, кстати, расхламила свои жидкие тени от Люкс Визаж. А, фу, воняют жуть, но оттенок вообще очень жалко, что так быстро заканчивается срок годности. У жидких теней, ну как-то у Виенсабо уж слишком быстро истек срок, и они так воняют неприятно. Но пока что я все равно не собираюсь их выкидывать, потому что я хочу с ними сделать макияж какой-нибудь, а уже потом расхламить их полностью. Ну давайте пока что я не знаю или оставляю, буду на середину скидывать. Вот эту штучку от Мины, я с ней запишу еще один ролик, и, скорее всего, дам своим друзьям гелевыми подводками я не пользуюсь, я не понимаю прикол в гелевых подводках. Хотя у меня есть только одна еще осталась от Inference Beauty, ее я как раз и оставлю. А вот эта вот нет, она в конце дня осыпается, и мне тоже как-то, я заметила, что неприятно глазам становится. Использовала я ее крайне редко, и вот каждый раз мне не очень понравился результат, хотя первый раз, когда я ее попробовала, купила, тестировала, мне все нравилось. Сейчас как-то я охладела к ней, какие-то минусы начала за ней замечать, поэтому, скорее всего, оставлю своим друзьям. Возможно, им пригодится, хотя я не думаю, потому что некоторые из них вообще стрелки не рисуют, но посмотрим. Дальше вот такая штучка, я, если честно, не знаю, я запишу обзор с ней и выкину. Это Белорде знает, тушь для бровей, кажется, что она мне безумно темная, еще она очень дико воняет, какой-то спиртякой с ванилию. Такая вот у нее щеточка. Дальше это такой ужасный хайлайтер от L'Etoile. Вообще он без скидки, знаете, сколько стоит? 800 рублей, не стоит он столько, это просто трэш. Ну, честно, ну ни о чем вообще хайлайтер, что это такое, какой-то жирный блин. Я не знаю, мне вообще не нравится это сияние, но оно максимально ни о чем, что это такое. Ложи весь в упаковку, а не в сам продукт, потому что как будто здесь стекло. Скорее всего, отдам друзьям себе, я его точно не оставлю, он меня просто раздражает всем своим видом. Возможно, кому-то из девчонок пригодится, но я не знаю, честно, вообще не знаю. Нужен ли им такой хайлайтер? Я думаю, что нет. Ну, может быть, кто-то найдется, кому и пригодится. Дальше это такие блески, вообще они здесь ни к чему. Мне этот набор не нравится, это не отсюда. В общем, я оставила это все чисто для замесов, для видосов и все. Для каждого замеса я такую штуку выкидываю, я себе ее не оставляю. Поэтому пусть она остается для таких целей, а потом уже все, мы с ней распрощаемся. Дальше такая палетка теней, отвратительная, еще и просто. Я ее тоже оставила для замеса, посмотрите, ее жизнь просто потрепала уже. Ужасная палетка, ноль пигментации. Не советую брать, стоила она 400 рублей. Ай, лучше вообще вот это вот никогда не брать ни за какие деньги. Это бесполезная палетка, просто бесполезная. Что это такое? Ну, это просто ужас какой-то. Мне вообще не нравится эта палетка, отвратительнейший. Такой ужас нельзя продавать 400 рублей. Ужасная палетка, вообще не обращайте внимания на них. Лучше поднакопить и купить им действительно нормальную палетку. Еще немножко косметики я вытряхнула из такого пакетика. У меня здесь палетка от Вен Собо и хайлайтер. Прекрасная палетка, есть намек на доохромность, интересно. И, в принципе, все хайлайтерами не очень, но я уже договорилась, что дам это все своей подружке, поэтому она это заберет. Некид Роза от Стеллари. Прекрасная палетка. Конечно, скучные сияшки, таких очень много. Я не говорю, что они плохие, просто, как по мне, достаточно скучновато. А так, прекрасная палетка, тоже ее продаю. Сияшки, в принципе, приятные, особенно при таком вот освещении, которое сейчас у меня. Смотрите, как красиво искрится. Дальше идет такая вот Exo Natural от Influence Beauty, на которой тоже есть обзор. Ну, просто мне не надо, вот серьезно, мне не нужна эта палетка. Хотя я даже подумала себе ее оставить из-за этого розового, потому что красивый розовый, черт возьми, ну что я сделаю. Белая тушь, честно, не знаю, я бы ее выкинула. Ужасная такая щетка, она такая жидкая. На ресничках она не остается, она просто отпечатывается на нижнем веке и все. Еще она ужасно пахнет каким-то клеем. Не знаю, что с ней делать, скорее всего, выкину вот это каритен. Да, скорее всего, пойдет в мусорку. Тарелы в таком прекрасном голубом оттенке. Очень красивые, сатиновые. Как-то остываю к этим вот жидким теням. Не знаю, вот то, что у них такой короткий срок годности, я просто не вывожу. Серьезно, просто не вывожу. Я не пользуюсь, все это стоит, а потом очень грустно с этим расставаться. Кушеный дозу, да, его точно отдам своим друзьями. Даже знаю, кому можно отдать, кто пользуется таким. Мне не подошло. В принципе, продавать его не собирать, потому что он и так безумно бюджетный. Что, кому он нужен, не знаю. Поэтому, скорее всего, отдам знакомым каким-нибудь. Вдруг им как раз и пригодится такая штука. А что, наверное, будет здесь? Давайте с вами откроем ящик Пандоры из золотого яблока. Ой, здесь, кстати, очень много всего на обзор. Но... А, вот, кстати, нашла татуировки, которые искала. Отлично. Посмотрите, какие здесь есть татуировки для макияжа. Я специально брала, потом забыла, думала, что не взяла. Оказалось, что все здесь есть. Очень глупо получилось. Но хорошо, что я нашла благодаря нашему с вами расслаблению. Ну, такой набор карандашей Салберис для глаз. Ужасный просто, ужасный набор. Я не знаю, кому он нужен. Но это реально ужасные карандаши. И вроде в пластике. Но они такие нестойкие. Вообще. Они нестойкие, они вообще ни о чем. У меня с места не держатся. Еще и плавятся на любом участке глаза. Они, да, у меня просто расплавляются. Карандаш от Мистейс, я не знаю. Я не оценил эти карандашики. Может быть, еще оценим. Пока что не знаю. Пока что оставлю. Но вообще снатягу. Дальше это блеск Олистар. Вообще, что он тут делает? У меня блеск этот я, конечно, оставляю. Он шикарен. Ну, вообще, спора нет. Олистар обожает продукты. Продукты я хочу расхламить. Это тушит Vitex. Я думала, что она, знаете, уже себя хорошо ведет. Но мне нравилась ее щеточка. Как она, в принципе, работала. Потому что она такая, ну, натуральный эффект дает. И все на этом. Мне нравилось. И сейчас я понимаю, что это вообще не самая лучшая тушь. Она осыпается. Я думала, что она вот раскрасилась. А потом смотрю, все равно сыпется. Скраб для губ. Для меня, если честно, эта штучка, она такая бесполезная. Там такие, ну, совсем небольшие частички. Хотя я думаю, что он уже все, наверное, отжил свое. Да, пахнет кокосом. Что я не люблю. Очень мелкие частички. С губами он ничего не делает. Кроме как, ну, скорее всего, больше увлажняет и ничего. С полезной вещью, не знаю. Скорее всего, выкидывать мне ее жалко. Мадам кому-нибудь из друзей, наверное. Это подводка от Flour, по-моему. Ужаснейшая подводка. Покупала в Белорусской косметике. Что это за убийца кончик? Посмотрите, он какой-то изогнутый. Не знаю, мне вообще он не понравился. Он царапает века. Невозможно им вообще рисовать стрелки. Видите, он такой прям колючий. Плюс ко всему, эта подводка еще и ресницы склеивает. Это просто ужасно. Ее, скорее всего, сейчас выкину. Также у меня осталось здесь немножко баночек. Некоторые пустые, некоторые нет. Еще хочу выкинуть сегодня вот эти вот спонжики. Они служили мне верой и правдой очень долго. Здесь даже, вот видите, белое пятно, потому что я задела клеили ресницы этим спонжем. Второй спонж как раз себе купила маленький, поэтому выкидывать вообще не жалко. Хотя этот спонж очень хороший. Мне понравилось. Покупала его по наборам в Магнит Косметик. Вообще я не разочаровалась. Достойные спонжики. Тоже покупала Магнит Косметик. Холи-поли скраб. Кулру вообще норм. Или это не холи-поли. Плохой скраб. В принципе, нормальная у него душка. Голова кругом не идет, самое главное, от этого запаха. И мне понравилось, как он работает. В принципе, достойный скраб. Пустая банка, это Косворк. Просто обалденный тонер. Еще и выглядит безумно стильно. Быстро впитывается. Я бы его купила реально второй раз. Мне безумно понравился. Дальше такая цветочная вода. Точнее, басильковая вода от Ивроше. Когда у меня сессия, чтобы не спать, я пшитаю себе его в лицо. И продолжаю учить. Интересный продукт. У меня еще есть такой смятый, и он уже закончился. Это просто, по сути, такая прозрачная водичка. Опачки. Ладно, ничего страшного. Такая прозрачная вода. Как раз закончила, которая пахнет цветочками. Такой травной запах у нее. Обалденная умывалка от Ивроше. Это умывалка, которая подходит мне. Прямо на 100% слева от жирной кожи. Присмотритесь к ней. Это с печечной мятой. Я думаю, что вы все знаете. Маску о черных точках. У меня она засохла. Рабочая маска, но я ей что-то долго не пользовалась. И, в общем, она засохла. И все. Больше никак. Надо будет новую заказать. Рабочая. Маска рабочего характера. Прекраснейший спрей. Всем советую попробовать. Это Ice Water. Натура Сибирики. Очень классный спрей. Делает с волосами что-то нереальное. И стоит всего 400 рублей. Вот вращая у меня еще и закончился такой мисс для тела. У них реально крутые бесты. У меня уже второй заканчивается. Еще стоит два. Это у меня с земляненькой. Мне этот запах, если честно, последние полгода прям выбешивал. Я не знаю. Не нравится мне он уже. Запах очень женский какой-то. Не знаю, как мой брат сказал, запах кальяна. Он прям очень такой насыщенный. Хотя раньше он мне нравился, но я думаю, что у него что-то изменилось с запахом. Пока я ее выкидываю, она абсолютно полная. Кремля волос, ну то бишь кондиционер. Вообще, я не знаю, я давала его тестировать своим подружкам. Тоже сказали, ну ничего такого. Я тоже особо не пользуюсь. И до ломами тоже не пользуются. Поэтому у него срок годности еще истек уже давным-давно. Лучше выкинуть и пусть глаза не мозолят. Это вообще штука просто отвратительнейшая. Мне не понравилось. Ничего не делать с волосами. Хотя это сухой шампунт. Просто ничего. Если вы пробовали, напишите, как вам. Мне вообще не понравилось. У меня благо тревел-формат. И он безумно быстро закончился. У меня еще никогда такие шампуни быстро не заканчивались. Даже в таком маленьком формате. Хотя я вообще пользовалась только мини-форматами. В общем, ужасный шампунь. Мне советую. Такой кушон от Миша. Ужасный кушон. Мне вообще не понравился. Хотя я ему давала просто миллион шансов. Он, не знаю, очень плохо лежит на лице. Хоть я его наношу и губкой, которая была здесь. И обычным спонжем, ну не знаю, вообще не понравился. Я его тоже выкидываю. Мне он не нужен. Скорее всего, я его вытяну. Мне он вообще не понравился. Просто он очень светлый для меня. База под сени от Artvisage. Мне кажется, что такие прозрачные базы себя уже давно изжили. Лично мне как-то эта база ничего не проливает. Никакой стойкости. Если бы тоже кому-нибудь ее отдам. Ну что ж, ребят, ссылочки на товары, которые я продаю, будут в описании. Ну а на этом все. Увидимся с вами, как всегда, в следующем видео. Спасибо.